Здравствуйте! Я думаю, что был большой интерес не только у нас, но и у слушателей. Наш сегодняшний лекутор – экономист Алексей Завотеев, работающий в Российской экономической школе, работающий также в ЦИМИРАН. И тема лекции звучит двоято, я бы сказал, и теоретично, и экспертно. Куда идет и куда ведет нас лектор для наука. Реглама традиционная, сначала собственно лекционная часть, во время которой мы только и делаем слушаем нашего лектора, и вторая часть, во время которой можно будет задать какие-то вопросы с какими-то очень короткими репликами. Пожалуйста. Спасибо большое всем. Спасибо, спасибо. Спасибо, что пришли. Не сидите на дачах, не роетесь в участках. Такую погоду более адекватное было бы действие. Я хочу предупредить, что я себя считаю научным сотрудником, а философом только начинающим. И это первая моя лекция в жизни перед, скажем так, в хорошем смысле не научной аудиторией. То есть в том смысле, что ни перед студентами, ни перед коллегами по научной деятельности, ни на конференции, ни на форуме, ни на летней школе и так далее и тому подобное. То есть это первое выступление в таком вот общечеловеческом ключе. Поэтому делайте соответствующие поправки. И, конечно же, я не смогу ответить адекватно на все заданные последствия вами вопросы. Еще одно отличие, которое, судя по всему, сразу же бросится мне, по крайней мере, в глаза, это то, что я привык читать лекцию с вопросами из зала. Я всегда так, ну понятно, по-человечески лекции читаются так, что всегда можно переспросить, что у вас там написано, а что это вы тут написали, что вы имеете в виду и так далее. И я как бы сейчас буду привыкать к новому формату, что я буду в режиме монолога говорить. Ну вот посмотрим, что из этого выйдет. Простите, а нельзя поставить как микрофон, чтобы ему удобно, чтобы микрофон говорить? Если не сложно, то мы не можем улетать. Вот так, наверное, да? Как вам удобно, чтобы вы говорите микрофон. Вот так. Вот так, да. Ну вот. Значит, я вас познакомлю со своими мыслями, часть из которых вы можете счесть, например, совершенно наивными или не выдерживающими никакой критики. Но, тем не менее, я, значит, выдам вам некоторое строение, которое у меня в голове по, так сказать, прошествии 15 лет занятия этой областью возникло. Значит, ну, начнем с того, что вообще такое наука, да, что этот термин покрывает. То есть давайте встанем на какую-то почву, единую для нас всех. Я считаю, и надеюсь, что многие из вас со мной согласятся, что наука начинается там, где люди пытаются ответить на какие-то содержательные вопросы бытия. То есть я хочу напомнить о Ньютоне, который думал о том, что ему вот на голову упало яблоко, да, и когда он стал этот опыт обобщать, он вдруг понял, что все предметы падают вниз. Ну как, понял, он это наблюдал, да, и он задался вопросом, почему все предметы падают вниз. И даже поделился со своим старшим братом на эту тему. Он говорит, меня так удивляет, что все предметы падают вниз. А старший брат говорит, ну дурак же ты, куда же им еще падать, вверх что ли? Ну вот это сразу же понятно, кто из них ученый, а кто из них, ну с детства вот некоторых органов восприятия лишен. То есть, ну так сказать, вот человек, который не задумывается над такими вопросами, он не может быть ученым. То есть человек, которому не любопытно, который не спрашивает, а что если так, а почему вот это явление и так далее. То есть ученый — это человек любопытный просто. Грубо говоря, вот такое простое определение. Наука — это удовлетворение любопытства. Ну, дальше в какой-то момент в аудитории, в которой я рассказывал свои мысли, возник спор насчет следующего постулата. Я сказал, что ответ на содержательные вопросы бытия могут даваться любыми возможными способами. Но люди сказали, нет, только научными. Вот есть много разных способов. Из них есть не научные способы, и способы научные. К науке относятся только научные способы. Но я это как бы сейчас хочу проглотить вообще эту дискуссию. Мне она кажется немножко, она в сторону нас уведет. Вот. Я хочу сказать, что часть методов, которыми люди пытаются отвечать на такие вопросы, оказываются универсальными. То есть вы отвечали на один вопрос, но выяснилось, что способ рассуждения, который вы применяли, оказался годным и для некоторых других вопросов, даже очень многих. И тем самым возникло то, что называется область знания или ветвь научного знания. Ветвь научного знания, в которой ответы, ну, исследования проводятся близкими методами. То есть получается такая как бы систематизация методов исследования. Это один подход. Другой подход стоит в том, чтобы классифицировать не методы исследования, а областями, к которым относятся интересующие нас вопросы. То есть кто-то от рождения интересуется вопросом там, что случится, если, скажем, два поезда со скоростью 200 км в час столкнутся в лоб. Что конкретно будет происходить вот в каждую миллисекунду времени. Ну, это очевидный физик. То есть это понятно. Это человек, которому, ну, физик, техник может быть. Ну, то есть человек, которого интересуют такие неживые объекты. А другой человек, например, смотрит и спрашивает, почему же все-таки вот одни страны все время бедные, а другие все время богатые. Ну, тоже, в общем, некий вопрос бытия. Но он относится уже к другой области знания совершенно, которое, ну, так вот издревле называется экономикой. То есть можно классифицировать, но при этом может вдруг оказаться, что способ, может так вдруг в принципе оказаться, что способ ответа на чисто физический вопрос и способ ответа на чисто экономический вопрос, ну, порождает очень близкий способ ведения рассуждений. И тогда мы говорим, что две очень разные по своему содержанию науки близки научными методами. Ну, на этом пути, на самом деле, постепенно рождается то, что мы называем математикой, но это я тоже сейчас очень кратко об этом скажу. Значит, что я хочу отметить, что, ну, это мои наблюдения. Мои наблюдения стоят в том, что споры и разногласия, как правило, бывают внутриобластными. То есть, ну, сложно себе представить, да, что человек, которого интересовало столкновение поездов, будет как-то очень активно и долго о чем-то спорить с человеком, которого интересуют, почему одни страны богатеют, а другие нет. Это люди, интересующиеся разными областями знаний, они как бы вроде друг с другом вот, ну, не интерферируют они, ну, в общем, никак не, ну, у них не может вроде как научного спора возникнуть, ну, по крайней мере, так вот кажется, что споры возникают внутри областей. Но в то же время на самом деле, особенно вот в общественных науках, особенно в общественных науках, любой содержательный вопрос выбирает, выбивается за пределы одной даже очень широко определяемой области знания. То есть в современном мире, как мне кажется, научные вопросы стали вылезать за рамки означенных областей. Когда-то области сформировались, типа вот это такая область, это такая область, это такая область, это такая. Ну, и вроде как мы расчленили наше единое знание. Но если мы будем смотреть на вещи по-настоящему критически, мы обнаружим, что интересные вопросы, как правило, пронизывают вот так, как нитка, да, игла с ниткой пронизывают разные области и относятся, и в результате, так сказать, чтобы комплексный ответ дать на какие-то действительно сложные содержательные вопросы бытия, нужно реально знать очень много разных областей знаний. Сейчас я вам дам, чтобы не быть голословным, совершенно конкретный пример такого интересного вопроса. Ну, кому-то может он показаться совсем неинтересным, значит, как бы у человека нет соответствующего органа, которому чувствует интерес к таким вопросам. Вопрос. Как объяснить тот шаблон размещения экономической деятельности в пространстве, который мы наблюдаем, с огромными агломерациями в каких-то местах и совершенными пустырями в других? То есть как можно, как научно подойти, ну, как вообще всесторонне изучить, научно подойти к вопросу о том, что определяет шаблоны размещения экономической хозяйственной деятельности? Такой вопрос, да, он относится к области пространственной экономики. Я его взял в качестве примера не просто так, во-первых, потому что эта область близка моим собственным научным интересам, а во-вторых, в 2008 году за нее получили Нобелевскую премию. Получил Нобелевскую премию Пол Кругман. И там впоследствии он много популярных статей писал. То есть научный мир, экономический научный мир признал этот вопрос очень важным, содержательным, интересным и так далее. И выдал за него продвижение в этом вопросе Нобелевскую премию. Давайте попробуем создать список тех областей знания, которые имеют отношение к ответу на данный вопрос. Ну экономика, понятное дело, да? Тут вопросов даже не возникает, что экономика здесь близко. Общее равновесие, микроэкономика, эконометрика, когда мы там изучаем какие-то закономерности пространственного размещения, когда мы количественно что-то считаем. Ну понятно. Геометрия, причем как элементарная, так и не очень элементарная. Когда мы начинаем моделировать этот процесс, возникает желание в первую очередь изучить модельки простые, а потом уже посмотреть, что происходит на самом деле. Так вот, пока мы будем изучать эти простые модельки размещения, выплывут довольно интересные факты из теории замощений. Ну просто чтобы вы знали. Физика, катастрофы, бифуркации, все близко очень, потому что там такой интересный эффект бывает, что при некоторых параметрах возникает агломерация в одном месте и стагнация в другом. А при чуть-чуть других параметрах уже происходит выравнивание. То есть и в моделях, и в реальности, которую мы наблюдаем, есть два режима. При каких-то, значит, при очень маленьком изменении параметров режим, один режим резко переключается на другой. То есть режим выравнивания экономической деятельности пространства переключается на режим катастрофической агломерации в одном месте, а-ля Москва. Вот эти режимы, они переключаются при малом изменении параметров. То есть наблюдается, понятно, наблюдается разрывность. И, соответственно, теория бифуркаций, значит, некоторые модели, связанные с ростом городов по своей природе, так сказать, по своему содержанию и стат физики просто. География. Ну география, понятно, мы изучаем географические закономерности. Общественные науки, социология, теория миграции. Потому что мы никак не можем при изучении экономической деятельности игнорировать такие вещи, как близость культурная, религиозная, языковая. Понятно, да, что здесь это все рядом. Значит, посмотрите на этот список внимательно. Если мы хотим всесторонне изучить вопрос размещения экономической деятельности в пространстве, то мы должны, по крайней мере, некоторое представление иметь о каждом из этих пяти направлений, которые, в общем, ну, наверное, каждый из вас до сегодняшней лекции считал очень далекими друг от друга. Ну, по крайней мере, тут есть вещи очень далекие друг от друга. Парно, ну там, допустим, общественная наука и экономика – это близкие вещи. Ну, когда здесь же теория бифуркации, да. Ну, то есть, видите, тут всесторонне. Я бы сказал, что это похоже на попытку создать представление о какой-то горной системе по набору снимков. То есть, ну, вот человек, вы встречаете вашего товарища, да, который очень много был в горах, и вы тоже очень много были в горах, но конкретно в тех горах, где вы были, ваш товарищ не был. И вы ему говорите, ну, смотрите, какие там вот, какая там… Ну, начинает что-нибудь спрашивать там про то, как в этих горах вообще все происходит. И вы ему даете набор снимков, которые все, естественно, плоские. Ну, понятно, да, с разных сторон снятые. И он смотрит на них и говорит, да, я теперь примерно представляю. То есть, он свое априорное представление о том, как устроены горы, накладывает на набор фотографий двумерных снимков. Двумерный снимок – это экономическая модель. Каждая экономическая модель… Смотрите, тезис, категорический тезис. Каждая экономическая модель не выдерживает никакой критики. Одна отдельно взятая экономическая модель не выдерживает никакой критики. Однако, когда вы возьмете вот эту колоду карт, да, фотографий с разных сторон сделанных, то у вас возникает вот это вот то, что называется дерево модели, о котором я еще буду дальше говорить, которое уже дает в совокупности некоторое представление об изучаемом вами объекте. Так же, как и набор снимков, дает вам внутри вашей головы рождается уже пространственный вид того, как устроена эта горная система. А теперь внимание. Ни один факультет, ни одного университета на планете Земля не предлагает столь широкий диапазон дисциплин. Понятно, да? Самые лучшие американские вузы. Нет ни одного. Ну, я не знаю. Если вы мне приведете такой факультет, я похлопаю в ладоши, скажу, что да, действительно, я был неправ. Есть исключения. Может быть, очень знаменательные. Но, тем не менее, как мне кажется, таких нет. Еще никто не сказал, что я ошибаюсь. И есть такие вузы, в которых все эти предметы изучаются одновременно. Каждый из них изучается достаточно глубоко. То есть для того, чтобы давать содержательные, всесторонние ответы на задаваемые вопросы о пространственном размещении, человек должен изучить не одну программу мастерскую или там какую, а несколько программ, в которых в сумме будет покрыто вот эти дисциплины. И ни одна программа, одна, единственная одна, чтобы она все сразу эти дисциплины покрывала, не существует. Ну, уже в этом как бы некий звоночек того, о чем я буду говорить дальше. Давайте теперь немножко ближе к экономике. Все-таки я, действительно, у меня два образования, математическое и экономическое. Второе было экономическим. Давайте поближе посмотрим на науку экономика. Ну, все равно, собственно, тема заявлена, куда идет экономическая наука. Значит, мы будем говорить об экономике. Ну, из каких вопросов она выросла? Если я, если мы встанем на, если вы поверите мне, что наука это, когда люди пытаются дать ответы на какие-то содержательные вопросы бытия, то давайте посмотрим, какие вопросы порождает наука экономика, на чем она держится. Ну, вот, например, такой вопрос. Можно ли описать результат взаимовыгодного обмена между многими экономическими агентами, спускаясь на уровень индивидов и их поведения внутри системы? То есть спускаясь на микроэкономический уровень. Грубо говоря, можно ли агрегировать то, что мы наблюдаем на микроуровне, на следующий макроуровень? Ну, такой чисто экономический вопрос. Давайте там вспомним, что Вальрас развивал теорию общего равновесия в конце 19 века. И очень, так сказать, эта наука стала популярной, но она такая, она во многом законченная, там теоремы существования доказаны, она, ну, это очень такой пример хорошего научного знания, завершенного такого от начала до конца, очень хорошо его рассказывать студентам. У них остается чувство такого, вот это вот наука, да, вот от начала до конца наука. Хорошо. Идем дальше. Да, я сейчас пропустил момент, связанный с конкретной возможностью применения теории Вальраса. Я его просто сейчас пропустил. Идем дальше. Вопрос следующий. Как в рамках такого описания перейти к макроэкономике, к таким понятиям, как инфляция, безработица, какие-то курсы валют, рост, стагнация и т.д. и т.п. Тоже экономический вопрос. Что означает оптимальный способ хозяйствования? Способен ли рынок его обеспечить? Не нужно ли вмешаться в деятельность рынка, чтобы оптимальность вернуть, если она потеряна? Это вопрос, который привел к целой области знания о экономике общественного сектора. Ну и там, например, еще вот очень подробно разобранная пространственная экономика. Ну, этот, в принципе, список можно продолжать. Это то, что в первую очередь приходит на ум мне, и я думаю, что моим коллегам-экономистам, которые сидят в этом зале, я вижу их всех. Значит, на протяжении долгого времени… Сейчас мы начинаем переходить к тому, что я хочу, собственно говоря, вам с теми наблюдениями, которыми я хочу с вами поделиться, которые уже не очевидно, что разделят находящиеся здесь мои коллеги-экономисты. Значит, на протяжении некоторого времени, долгого времени, казалось, что на первый из выше поставленных вопросов ответ «да». Можно ли свести описание сложной экономической системы на нижний уровень, на микроуровень? Значит, экономисты долго думали, что ответ «да». А дальше еще следует заметить, что классическая американская наука долгое время считала… Ну, я говорю «американская наука» просто потому, что наука-экономика как-то всегда ассоциируется с Америкой, как местом, где она наиболее развита, продвинута и так далее. Значит, американская наука долгое время считала, что вопросы эти не имеют национальной, региональной и связанные с изучаемым периодом времени окраски. То есть, грубо говоря, берем Филиппины 19 века и Соединенные Штаты Америки конца 20-го. И они столь же похожи друг на друга, как и… Ну, то есть процессы, которые происходят в этих двух приведенных мной примерах исторических, столь же похожи друг на друга, как и падение яблок в Филиппинах и в Америке в 19-м и 20-м веке. Которые, конечно же, никак не отличаются друг от друга. Физика, наука универсальная. Этим физикам очень сильно повезло. Наука-физика, она, так сказать, действительно не носит никакой вот этой окраски. Ну и как-то по аналогии считалось, что экономика тоже не должна носить. Ну и, соответственно, наука во всем западном мире развивалась глобально. И только в СССР были какие-то такие области, которые сейчас называются метаэкономикой. Ну так, некоторые к этому относятся скептически, некоторые в этом что-то видят интересное, в принципе, потому что, ну это те, кто как бы не считает, что на предыдущий вопрос ответ «да», считают, что могут быть национальные науки, в принципе. То есть во всем мире была одна экономика, в СССР она была немножко другая. Она была с большим упором в оптимизацию. Ну, за исключением того, что теория игр тоже развивалась довольно-таки параллельно в СССР и за рубежом. Ну и за рубежом был один пример науки а-ля советской. То есть, в частности, мои бельгийские коллеги, я проходил стажировку в Бельгии полтора года, постдок называется, и там Жак Дресс, основатель института, в котором я проходил стажировку, он долгое время занимался теорией неравновесия. То есть, что произойдет, если, ну, как можно предсказать поведение экономических агентов, если реально равновесие не наступает, если есть очереди, там, ну, такие вещи, теория очередей. И эта наука очень, ну, она очень не нравилась американцам. Они выступали, что это лженаука, ее не нужно даже упоминать, какой-то еще не равновесие, какой-то социализм поганый. Так что, собственно, там был некий мейнстрим, вот этот мейнстрим развивался и развивался. Это я просто на протяжении долгого времени пишу, до какого-то момента. Я бы сказал так, может быть, до 80-х или 90-х годов, вот где-то так. Ну, и разработанные математические модели, очень глубокие, использовались с успехом, применялись в странах развитого капитализма. Действительно, во-первых, прогресс западных стран во многом связывает с развитием экономической науки. Ну, здесь есть споры, но тем не менее, да. Есть такое мнение, что быстрый рост, там, какое-то развитие всяческое, оно связано с большим количеством накопленных знаний про экономику, про законно-экономического развития. И разработанный, ну, и, собственно, в настоящее время это очень разветвленное дерево, то есть в экономике публикуется, я не знаю, коллеги, 100 тысяч статей в год. Гриш, ты знаешь? Не знаешь? От 100 тысяч до миллиона, давайте я скажу. Что-нибудь такое. Ну, может быть, я ошибся, но максимум на один порядок, не больше. В какую сторону, тоже хороший вопрос. Значит, в результате, ну, дерево разветвленное, да, народу занимается очень много, неизбежно все привело к специализации ученых, очень-очень узкой специализации. Кроме редких, значит, исключений есть из всех правил, из этого тоже, но тем не менее, большинство западных ученых очень сильно специализированы, они занимаются своей конкретной областью, и все остальные области, они не суются. Это не моя область, я в ней не разбираюсь и говорить о ней не могу. То есть, смотрите, с чего все начиналось? Мы хотели отвечать на вопросы, которые интересуют нормального, здравомыслящего, честного, любопытного человека, то есть ученого. Значит, мы начинаем с таких вопросов. Чем мы заканчиваем? Мы заканчиваем кротом, который сидит, роет свою нору, свою область. Каждый год опубликует какие-то малозначимые, ну, я типичный пример говорю, конечно, есть гениальные ученые, это понятно. Вот типичный пример ученого такой, он сидит, роет свою нору, ему сказано его начальством опубликовать две статьи в год, каждый год, иначе он получит этот самый, значит, отворот-поворот, будет выгнал с работы, и, конечно, ни о каком любопытстве речь уже не идет. Человек просто копает свою нору как крот, и все. Люди думают, что ученые все такие очень творческие люди. Так вот, к сожалению, я вас должен огорчить, что большая часть ученых занимается конкретно, ну, чисто карьерной деятельностью, просто перед ними поставлены четкие правила. На Западе все формализовано, все эти ученые точно знают, что они должны делать, они должны публиковать. Столько-то в таких-то журналах, они получат тинер эволюэйшн положительный, после чего все оставшуюся жизнь будут на этой должности, и, ну, как бы все пофигу остальное. То есть мы ушли от… очень долгий путь прошла, да, наука, и все вокруг нее прошло от действительно интересных вопросов к тому, что человек просто выбрал эту область как свою карьеру, и все, да. Ну, по-моему, это позор, но как бы вот объективная реальность именно такова. Ну и вот я пишу сильный отрыв решаемых задач сходной мотивации. Ну да, ну какая-то мотивация людей, она не очень интересует. Интересует, можно ли опубликовать данную статью. То есть речь идет не о том, насколько хороший доказываемый вами результат, а о том, какие шансы у него опубликоваться в лучшем журнале, а какие шансы в журнале второго эшелона и так далее. Ну вот я, так сказать, я сейчас ругаю Запад, понятно, да, почему я ругаю Запад? Я бы мог очень долго здесь ругать нашу страну, но ее ругают все подряд, поэтому я, значит, предпочитаю ругать Запад. То есть про Россию я тут еще скажу пару слов, но пока я хочу просто отрезвление некоторое сделать, чтобы не было мнения такого, что вот у нас все через задницу делается, на Западе все хорошо делается. Ну вот я просто хочу некий противовес поставить, на другие весы поставить еще какую-то гирьку, чтобы не было все на одной половине. Да, но при этом я, ругая Запад, хочу еще его похвалить за то, что в процессе становления науки были разработаны сильнейшие методы, в том числе в процессе, значит, становления экономической науки целые новые области математики, которые даже не снились физикам никогда, и они бы им в голову не пришли, были развиты. То есть экономика породила очень интересные математические области. Ну и часть народа на самом деле так и живет, занимаются как бы математикой, вроде бы связанной с экономикой. Они уже тоже не связывают это с исходной как-то какой-то прямой, вот прямо, ну, брутальной экономической мотивацией, да. Они просто смотрят на вопрос, ну вот это вот интересный вопрос, вроде бы связанный с экономикой, там, как разделить пирог на N-частей и потом раздать, чтобы никто не был обижен. Ну, такие примеры, да, там. Если у меня останется время, я приведу один очень замечательный пример, который называется «Дуэль трех лиц». Я про нее, может быть, расскажу минут 10, если останется время. Вот, чтобы вы примерно почувствовали, что такое экономический вопрос современный, вот такой, который порождает, может породить неплохое исследование и нетривиальное с точки зрения математики. Вот, и еще Запад, ну, как, собственно, и всегда, характеризуется высоким уровнем исследований. Что это такое? Никто это не знает, но нет никаких разногласий насчет того, где он высокий, а где он низкий. То есть, когда мы обсуждаем такие вот философские вещи, не конкретно стол и стул, да, а какие-то философские концепции, связанные с наукой, мы неизбежно приходим к тому, что мы не можем дать точное строгое определение всем понятиям, с которыми мы оперируем. И вот одно из понятий, которому совершенно нельзя дать строгое определение, это понятие высокого научного уровня. То есть, ну, вот я там, скажем, собираю какую-нибудь секцию на какой-нибудь конференции в Екатеринбурге, потом говорят, нифига себе, какой высокий уровень, да, или, например, говорят, какой отстой, да. И это совершенно вещи, ну, абсолютно объективные для людей, которые об этом говорят. Нет разных мнений, нет человека, который вот это говорит, что это высокий уровень, а это говорит, что это отстой. Ну, это немыслимо, да, то есть вот, чтобы не было иллюзий. У тех, кто никогда не сталкивался с наукой, пожалуйста, без иллюзий. То есть люди, которые, ну, как-то спорят о существе, либо они вообще не в теме, либо они давно уже не наукой занимаются, а берут взятки со студентов. То есть, ну, тут совершенно четко. Все, кто занимаются наукой, имеют совершенно одно и то же мнение о том, что такой высокий уровень. Тут еще дальше появится, наверное, понятие, которое также очень сложно определить, но о них можно и нужно разговаривать, иначе как же мы как бы не сможем ничего понять, если мы не будем обсуждать понятия, у которых нет точных определений. Кризис. Кризис, ну, как и должен по поговорке, подкрасться незаметно. Кризис в науке подкрался незаметно. И он состоя... Ну, собственно, кризис состоит в том, что наука перестала отвечать вроде бы той цели, которую с нее спрашивает окружающая действительность, а именно, что наука должна ее объяснять как-то. Значит, началось с того, что были очень жаркие споры между Кейнсом и Фридманом о вмешательстве, не вмешательстве, там, государства, какой-то денежной политики, что-то вот связанное с этим кругом вопросов. Но это было только начало. В принципе, споры возможны вполне на стадии внедрения моделей. Споры возможны. Споры возможны, а вот провалы — это не очень хорошо. Следующая стадия кризиса — это полный провал американской экономической науки на латиноамериканских фронтах. Значит, в 80-е годы минувшего века попытка спасти многие латиноамериканские страны помочь не удалось никому. Но есть... Тут, понимаете, друзья, тут есть как бы принципиально другая позиция, состоящая в том, что цель, которую ставил Запад в Латинской Америке, как раз он достиг. Ну, как бы, я в этом направлении не хочу сказать ни да, ни нет. Это просто некоторый другой подход. Другой подход в том, что просто изначально цель была развалить. Но если даже мы встанем на позицию, что изначально цель была помочь, то она достигнута не была. Ну вот если мы предполагаем, как бы мы должны... Понятно, что презумпция невиновности должна быть. Давайте считать, что они все-таки хотели помочь, а в этом случае ничего не удалось. Но дальше появляется некоторый следующий уже очень громкий звонок. Дело в том, что в переходной экономике, несмотря на полное право 80-х, они с тем же выражением лица все те же модели пытались применять. Это уже не есть гуд. Либо они действительно хотят того, что они достигли в Латинской Америке, либо они непроходимые балбесы. То есть получается, что если бы мы рассматривали только второй факт, то мы бы могли отнести его... Ну, как бы, да, теория далека от практики, вот не вышла. Но то, что люди по-прежнему настаивали на такой политике в странах переходной экономики и на наших с вами шкурах все проверили, это уже как бы, это уже, ну, сами думайте про себя. Каждый может об этом делать свой вывод. Ну, по крайней мере, вывод, что экономическая наука находится в кризисе, вроде бы неизбежен. Ну, а дальше, извините меня, наступил уже текущий финансовый кризис во всем мире, ну и как-то все стереотипы были разрушены. Глобальная применимость потонула, как Титаник. Разом просто. Ну, это породило некоторую смуту. Я сейчас излагаю некий свой взгляд на исторический процесс в экономической науке. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые уже сейчас готовы вскочить и кинуть меня тухлым яйцом или чем-нибудь в этом духе. Ну, подождите, когда начнутся вопросы, подай кинете. Сейчас пока я свой взгляд доведу до логического завершения. Какая-то смута, естественно, родилась, ну, уже нельзя не признавать, на белое нельзя говорить, черное, да, то есть, ну, можно, но не очень долго. И, соответственно, часть народу, как древние лудиты, да, лудиты, такое движение было, которое разрушали машины, часть народу разочаровалась напрочь в методах математического моделирования, обвинив в нем все провалы и все проблемы экономической науки. Ну, значит, давайте я все-таки остановлюсь на секунду здесь. Мне неизвестны никакие способы исследования в экономике, кроме математических. То есть, ну, может быть, есть шаманские, но они вот как раз из серии ненаучных, да. Любой научный метод — это метод математический, извините меня, да. Любая наука, она развивается, в какой-то момент происходит революция, и она становится математизированной. Ну, просто потому что, если вы долго думаете о любом вопросе, вы, в конце концов, думаете о терминах математики. Это категорический императив. То есть, если вы… Я сейчас обращаюсь к тем, кто о науке никогда не думал, можете просто поверить мне на слово в этом. Это истинно последней инстанции. А кто не согласен, подумайте и согласитесь. Значит, часть отказалась считаться… Часть отказалась считать экономику наукой. Это относится теперь… Значит, это камень в огород математиков и физиков, стоящих здесь и сидящих тоже перед нами. Ну, просто они сказали, что, ну, что это за наука такая, где и да, и нет одновременно, ну, и как-то… Да это что-то несерьезное. Никакая систематизация в вашей области невозможна. Экономика — это просто набор знаний о том, как происходило то и то. Ну, хроника, грубо говоря, да, то есть математики и физики решили, что экономика наукой не может рассматриваться и называться. Значит, в этом уже есть некоторый смысл, потаенный в этом… Так, что происходит-то? Сейчас. А, тут есть ручка. Сейчас. Ага. Вот. Значит, некий смысл в этом есть. Экономика настолько не похожа на привычной нормальной науке, математику и физику, что действительно слово «наука» здесь… Ну, понимаете, да, как когда-то был… Извините за пример. Ну, все-таки его приведу. Когда-то решалось на Конгрессе, есть ли у женщины душа. Потому что то, что есть у женщины, настолько не похоже на то, что есть у мужчины, что одно и то же слово, ну, как бы, вроде, ну, непонятно, то ли можно применять, то ли нельзя. Но решили, что можно. То есть этот Конгресс решил, что у женщины душа есть, просто очень-очень сильно другая. Ну, вот тут как бы то же самое. То есть экономика – это вроде бы все-таки наука, но настолько другая, что привычные вам критерии того, что такое, что можно сказать философского про математику и физику, ну, совершенно в экономике не работают, ну, совершенно невозможно. Вот берет математик, в ЖЖ влезает и начинает говорить это, 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 полный отстой, вообще там ничего… Ну, короче, может математика-физик, даже гениальный математик-физик, про область экономического знания может говорить произвольную ахинею. Ну, на пространствах интернета вы, наверное, видели это много раз. Наиболее честная часть, к которой мы относимся, она признала, что в науке экономика достаточно сильна специфика места и времени. То есть экономика Филиппин 19 века, России конца 20 века и там американская экономика, это совершенно разные экономические системы, и в них будут действовать разные модели. То есть, может быть, какие-то общие закономерности есть, но их достаточно мало, а больше различий. И поэтому вместо единой модели приходится изобретать дерево моделей. Что такое дерево моделей? Вот смотрите, берем теорию Вальраса, теорию общего равновесия. Вы все пришли сюда, ну, вкратце, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Пришли сюда, у каждого в корзинке некоторое количество товаров разных. Здесь сидит главный, который берет и пишет на доске цены за каждый, ну, вот есть пять товаров, всего, в принципе, пять наименований товаров. У каждого в корзинке некоторый набор, там столько-то первого товара, столько-то второго и так далее. Ну, вот люди приходят, сидит главный и записывает, первая цена такая-то, вторая цена, то есть цена на первый товар равна тому-то, на второй тому-то, на третий тому-то, просто в неких цифрах, в несуществующих единицах измерения, в некоторой просто единой единице, в бумажке, да, сколько бумажек, грубо говоря, он будет выдавать векселя. И вот люди приходят и продают ему товары. Они складывают здесь все свое содержимое корзин, а взамен получают что? Каждый получает бумажку, на которой написана стоимость его корзины принесенной в тех ценах, которые здесь на доске есть. Я понятно выражаюсь? То есть каждый получает некоторую бумажку. А дальше что делает каждый? Он думает, вот у меня вот, скажем, 567 этих абстрактных рублей. При данных ценах, тех же самых, которые написаны на доске, да, правила игры и коней на переправе не меняют. При тех же ценах, которые написаны на доске, каждый думает, как бы пооптимальнее потратить ту сумму, которая у меня в руке. Вот она, моя деньга, 567, мне написано. Я лучше куплю, вот я принес сюда 5 буханых хлеба, а я лучше, вот я продал их, вот у меня столько-то денег. Ну, одним хлебом сыт не будешь, надо водки купить. Значит, давайте купим 2 бутылки водки, ну и там, допустим, какую-то закуску, да, вместо этого. Ну, то есть человек подумал, какой из всех доступных ему по данному, вот за данную стоимость, какой набор товаров наиболее хорошо удовлетворяет его, ну, вкусы. Правильно, да? Я просто вам вкратце излагаю теорию Вальраса. Ну, и вот каждый подходит к Борису и покупает у него лежащие здесь же в зале вот эти вот товары, наваленные в кучу, за эти тугрики. Ну, и что происходит? В какой-то момент возникает дефицит, как вы можете догадаться, да? Выяснилось, что всю водку купили уже, и кому-то водки не хватило. Что это означает? Вальрас сказал, ну, это означает, что цена на водку была написана неправильно в терминах остальных цен, правда ведь? Давайте напишем какие-нибудь другие цены, еще раз попробуем, наугад, да, на авось. Что-то опять не получилось, теперь хлеба не хватает. Вот так нащупываем, нащупываем. Теорема Вальраса. Есть такой набор цен, при котором полностью все очистится. Вот такая совершенно великая теорема. Вы представляете, какая теорема, да? Любые, какие угодно, ну, там некие регулярные, там есть некие условия чисто математические, ну, которые там не сильно обременительные. Любые корзины у каждого из вас, вы все продаете Бори, он вам выдает векселя по правильно написанным ценам, и вы обратно покупаете ровно то, что вы хотите по этим ценам. Не то, что вы принесли, а просто самый лучший из всех наборов потребительских благ, который вам доступен по данным ценам. И полностью рынок очищается. Так что вот у Бориса последний лежит, там вот подхожу я последний, и с опаской говорю, дайте мне, пожалуйста, бутылку водки, две бутылки пива. А Борис говорит, а я так и думал, потому что вот тут они и остались. Понятно, да? То есть все очищается, рынок очищен, великая теория, теория Вальраса, теорема Вальраса, сложнейшая математическая теорема, доказываемая. Значит, она, Вальрас не имел ни малейших шансов ее доказать в конце 19 века, потому что необходимая теорема неподвижной точки, теорема Брауэра, родилась ровно 100 лет назад. В этом году мы празднуем две великие годовщины. Годовщина 100 лет теоремы Брауэра и годовщина 100 лет теореме Цермеллоу из теории игр. Ну это я немножко в сторону ухожу, но тем не менее. Значит, когда он создавал теорию, математика отставала. Внимание, математика по-прежнему все время отстает. Если вам кто-то говорит, что математика все перегнала и ушла в бесконечность, он врет. Математика отстает от всех наук. Значит, всегда, во все времена, в любой момент времени надо заниматься математикой. Какой бы наук вы ни занимались. Это еще один категорический императив. Значит, ладно, к этому мы еще дальше придем. А пока я вернусь к ситуации с теорией Вальраса. Теория Вальраса в 30-х годах считалась, что может объяснить все, только надо, чтобы компьютеры были хорошие. Но компьютеров хороших не было в 30-е годы, поэтому ничего как-то не удалось ее применять. Взять, просто просчитать все, и все закончится. Проблема-то не в этом, не в компьютерах на самом деле, как понимает сегодняшний интеллектуальный мир. Проблема в том, что информации слишком много требуется для того, чтобы нащупать правильные цены. И проблема информации, я думаю, что здесь все коллеги-экономисты, находящиеся в зале, со мной согласятся, она для сегодняшней экономической теории играет первостепенную роль. Именно информационная асимметрия, когда одни игроки знают одно, другие другое, и отвечает за то, что теория Вальраса не действует. Ну тогда что? Тогда берем и посмотрим на ствол, ствол нашего экономического дерева, или даже я бы сказал его корни. Это теория Вальраса. Дальше идет ствол, и от него как бы начинают ответляться такие ветки. То есть, а вы знаете, ну вот давайте предположим, что теперь информация неполная. Раз, туда ветка пошла. А вот еще сделаем такое предположение, что предпочтение людей меняется со временем. Ну к примеру, это на самом деле ничему особенному не приведет, но тем не менее. Значит мы делаем предположение, и вырастают ветки. И мы смотрим, не применимы ли новые, немножко подправленные теории к реальности. Ну вроде там что-то применимо, что-то нет. Мы начинаем снова строить ветки. Но смотрите, этот процесс может быть в принципе произведен в лаборатории. Если очень много народу, вы можете вместе все создать огромное дерево. Если кто-то один знает 100 моделей из некоторой области хозяйствования, то он имеет отличные шансы лучше других разбираться в этой области. Несмотря на то, что любая конкретно взятая модель не выдерживает никакой критики. То есть как действует экономическая наука. Это отвратительно слышать идеалистам, математикам и физикам. Экономическая наука действует совершенно иначе. Никаких нет универсальных законов природы, как в физике. Таких законов нет в экономике. А есть какие-то попытки что-то увидеть, блуждая в туманной какой-то долине, вот так вот прожектором, вот эту область осветил, эту осветил, модель написал здесь. Вот постепенно у человека, который все эти модели знает, у него рождается понимание, он идет и работает там в правительстве, допустим, что-то принимает решения, но это в идеале. Значит, так в принципе было и раньше. Однако, я уже сказал, что за редким исключением западные ученые, они не заглядывают, они не пытаются, вот они сидят на своей ветке, вот это огромное дерево. Вот западный ученый, он сидит на веточке. Качается на ней, ну и иногда беседует с соседними птичками на соседних ветках. Он ничего, вот это дерево единым взором, он даже не пытается охватить. Вообще философствование, это чисто русская черта, она очень слабо развита за рубежом. То есть они, ну как бы все же хорошо вокруг, у тебя есть работа, у тебя есть зарплата, у тебя есть интересная деятельность, в принципе, почему нет? Сиди, занимайся. Ну, нам-то нужно знать все, понимать все, мы же третий Рим, понятно, что у нас огромная ответственность на нас лежит. Вот. Значит, теперь смотрите, я хочу сказать, что без общего охвата ничего хорошего быть не может. То есть модель, что такое без общего охвата? Это значит, вот приходит человек, говорит, а что-то я не видел, чтобы мне в моей деятельности пригождалась теория Валераса. Давайте ее уберем. Взял, спилил дерево, а и оно упало, потому что дерево без корней не живет, да? А другой пришел и прям ножницами все на отдельной веточке разрезал. Вот, собственно, что произошло. Ну, вот модели, дерево моделей рассыпается, возникает не дерево, а гербарий собранных веточек. Ну, и куда его деть? Понятно, куда, да? Мусорную корзину, да, оно годится только. К величайшему сожалению, студентов изучают именно так. Им приносят этот гербарий и вываливают перед ними на стол. Значит, я сейчас перехожу к радикальной критике всего образования. А именно, студентов не учат глобальным вещам совершенно. Им говорят, сегодня мы здесь будем изучать линейную алгебру, вот слушайте и повинуйтесь, изучайте. А здесь будем изучать простейшие, совершенно дебильные модели из американских учебников для первых курсов, там, андерградов. И как-то, ну, никакого вот соответствия нет. Здесь тебя грузят какой-то тяжелой наукой, математикой настоящей, да? А здесь тебе предлагают то, что ты в детском саду мог понять. Ну и где? Вот тебе объясняют, что это пригодится. Ну и где это пригодится? Может быть, это пригодится в мастерской программе? Да, может быть, там будут изучаться серьезные модели. Но к мастерской программе вы забыли всю линейную алгебру, нафиг вообще, да, с потрохами. Вы пришли к мастерской программе, у вас ни линейной алгебры, ни матанализа, ничего. Вы смотрите на эти сложные модели, как баран на новое ворота. Что-то когда-то мы это учили, но что-то мы тогда не придали этому значения, не решили, что это лектор, там, глупость говорить, просто нужно это сдать, скинуть и забыть. Вот, все развалено, все абсолютно, вот такой вот гербарий веточек. Ну или другой вариант, что исключают математику, и начинаются лекции, ну такая пространные разговоры ни о чем, то, что называется, ну видите, я тут два варианта, выбирайте любой, как это называется, вот, оба варианта английских, по-русски пустой треп, то есть лекция целиком состоит из пустого трепа. Вот. Ну, теперь я хочу сказать, что я, вот вспоминая Герцена, который в какой-то момент сказал, что мы не врачи, мы боль. Так вот, вот таких демагогов, значит, нам не нужно. Я врач, а не боль. Значит, я сейчас буду давать четкие рецепты, что надо делать. Первое. Никакого нигилизма. Как я уже сказал, никаких методов, кроме математических, наука не знает. И если эти методы не работают, это, конечно, плохо, и иногда они не работают, то никакие другие все равно работать не будут вообще, в принципе, да, то есть то, что пришел лектор и о чем-то порассуждал и назвал это содержательной экономикой, никогда никому ни в чем не поможет. Если математические модели могут быть плохие или хорошие, то такие рассуждания могут быть только плохие. Идем дальше. Кризис — это вызов интеллектуальный. Дело в том, что честные модели очень сложные. То есть, смотрите, я тоже привожу пример некоторого такого, сейчас уже скажу всемирного, не только западного, всемирного греха. Значит, что такое научный грех? Научный грех — это вот что такое. Это вы берете, строите нормальную, честную модель, вроде бы вы все учли. Потом начинаете изучать и говорите, так, ну так как мы изучать эту модель не можем, мы не способны изучить такую сложную модель, то вместо функции обычной, произвольной функции полезности у нас будет функция Коба Дугласа, вместо вот этого предположения будет вот это, вместо вот этого — вот это. И у нас прекрасно решится модель. Смотрите, какая красота. Это научное вранье, понятно, да? То есть вы придумали хорошую модель, но вы не можете ее изучить, поэтому вы заменяете ее плохой моделью. Ну и радуйтесь, что вы где-то опубликовали ее. Ну, хорошо, конечно. Но честные модели являются сложными, по-настоящему сложными, требуют знания. Значит, я хочу сказать, чего именно. Конкретно вот такой науки, как функциональный анализ. То есть, ну это вот, сейчас я излагаю уже свое собственное мнение, но мне кажется, что коллеги, которые долго варились в этой научной каше, они со мной тоже согласятся. Значит, в сложных моделях в экономике вы будете продвигаться до тех пор, сколько вам позволит ваше понимание функционального анализа. Дальше оно поставит перед вами шлагбаум. Поэтому если вы хотите понимать экономику, учите функциональный анализ. Не учите, а постигайте. Потому что учить можно наизусть стихотворения, как мы в школе когда-то учили. А науку надо не учить, а понимать. Дальше. Возродить преподавание экономики, это уже конкретно, я всем, если здесь есть преподаватели экономики, значит, возродить преподавание экономики от конкретных вопросов. Какой вопрос породил данное дерево моделей? Вы его студентам задаете. Например, вы приходите и говорите, не то что, мы сегодня будем разбирать такую-то модель, записывайте. Нет, вы говорите, дорогие студенты, как лучше всего организовать схему налогообложения? Прогрессивное, плоское и так далее. Давайте поговорим об этом. Если вы начнете об этом серьезно и честно говорить, через 10 минут у вас будет страшный функциональный анализ галимый. Я вам просто обещаю. 100%. Ну вот так и делать, не бояться этого. У них параллельно идет линейная алгебра, у них идет математический анализ. И они сразу видят, как в экономике им дают то, что реально это все используют. И не только это, еще очень-очень много чего другого. И они понимают, что не мало, не много линейной алгебры, а мало линейной алгебры. Значит, опять же помнить, вот когда студенты спрашивают, а где это применяется? Ну какая-то сложная наука, где это применяется? Значит, не конкретная модель применяется, а общее понимание. Вот есть одно исключение. В зале присутствует большой специалист по теории аукционов. Я не буду на него указывать пальцем. Значит, теория аукционов в конкретной модели прямо применяется на практике. В других областях, как правило, нет. Все-таки это очень большое исключение. Применяется общее понимание. И понимание, кроме базовой модели, многих-многих-многих альтернативных постановок. Я начинаю повторяться. Понимание всего дерева. Ну, собственно, я хочу здесь дать ссылку на высказывания министра финансов Кудрина на экономическом конгрессе в Москве, который сказал, что всю работу правительство выполняют люди, наученные мат-методом. Остальные ничего не делают. Это я от себя добавляю. Ну, конкретно сказал, что математику надо увеличивать всюду. В экономике нужно изучать математику. Теперь я хочу закончить эту часть описанием перспективных, интересных, открытых, вызывающих, так сказать, большие, то есть перспективных интересах и глубоких, то есть порождающих, на мой взгляд, порождающих в дальнейшем тех, которые породят большие содержательные ветви, так сказать, науки, несколько направлений. Пространственная экономика, о которой я уже говорил, там есть такая базовая модель Диксица, Стиглица и Кругмана, из которых двое уже получили в Нобелевское премие, а третий еще не получил. Но Стиглиц получил раньше и за другое. А Кругман как раз за развитие этой модели и похожих, и вариантов этой модели. Там очень сложная математика и физика в этой модели заложены, но при этом модель совершенно четко, настолько хорошо объясняет некоторые феномены, которые мы наблюдаем. То есть модель показывает, например, что при глобализации, все кричат глобализация, глобализация, все, кто против глобализации, это просто отморозки, ничего подобного. Честная модель Диксица, Стиглица и Кругмана показывает, что при глобализации вполне возможна и часто происходит ситуация, когда одни регионы выигрывают, а другие проигрывают. То есть суммарно агрегированно должен быть выигрыш, однако что такое глобализация? Снижение транспортных издержек во всех смыслах слова. Так вот, такое снижение математически доказывается, в некоторых случаях приводит к снижению уровня благосостояния регионов, влеченных в этот процесс. Ну, все, как мы наблюдаем. То есть пространственная экономика — это одна из наук будущего, я считаю. Идем дальше. Современная политическая экономика, моделирование, теоретическое и игровое моделирование политических конфликтов. Очень интересно. Это как бы эта область, которая вовсю сейчас развивается. Ну, она скорее все-таки, она для тех стран, где принята такая, как-то уже многолетняя традиция демократии. То есть эта наука к России, на мой взгляд, сейчас встанет один мой коллега, который здесь был, где-то сидел, куда-то пропал, и скажет, врешь, Саватеев, обязательно встанет и скажет. Значит, я считаю, что к России они пока не применимы. Ну, то есть, может быть, момент не настал, может быть, неправильно на это смотрят. Ну, плохо применимы они к России. Ну, тем не менее, наука должна развиваться, конечно, не нужно ей мешать. Может быть, впоследствии будут и модели, которые к России будут нормально применимы. Теория построения механизмов, аукционы, государственные регулирования и так далее. Ну, это просто, так сказать, тут даже вопросов нет. Это интересно, важно, это сложно, красиво и так далее. Любой, вот любой из этих областей, если вы найдете, если вы придете к студентам и начнете учить студентов, любой из этих областей, у вас не будет проблемы со списками посещаемости, понимаете, да? Не будет проблемы с интересом. Интересы студентов всегда есть, особенно на облачных курсах. Вообще, человек рождается, в принципе, любопытным, да, обычно, а потом в нем убивают любопытство, там, его окружающая среда, родители, там, учителя в школу говорят, не о том ты думаешь, не о том, вот я знаю, у меня коллега, я не буду называть ее имя, чтобы не позорить ее родителей, который, значит, ей, она всегда интересовалась математикой и физикой, но ей сказали, нет, ты не пойдешь, там нет денег, ты там не сможешь кушать, иди туда, где есть деньги. Ну, родители берут, рождают ребенка, дальше убивают его душу, да? Ну, просто полный позор, да? Ну, понятно, что такие родители будут отвечать за это. Ну, вот, значит, вот все эти вещи страшно интересные, и у студентов, у которых не отбит, еще не совсем отбит интерес за время школьного, школьной партии, они приходят, они начинают это слушать, они ходят всегда на все занятия, они как бы, вы не будете иметь проблему, вам, в принципе, не нужно даже никакого потом, ну, там, экзамен, то все, кому-то там рейтинг нужен, я понимаю, сейчас такая система, но в плане общемировых таких научных ценностей вам не нужна будет даже никакая отчетность в этом случае, ну, такая идеальная картина. Пространственная экономика общественного сектора, слияние всех выше приведенных направлений, моя область интересов, ну, вообще как бы без комментариев, сто, сотни интересных, открытых, сложных математических вопросов стоят. Динамическая теория игр, пересмотр всех концепций, которые мы знали в статической теории конкуренции, олигополии и так далее, переписывание в динамическом ключе, но вот я, честно говоря, я, видимо, не успею все-таки сказать немножко про научный пример, потому что так получилось все долго, ну, посмотрим, если вопросы быстро исчерпаются, то останется время, и тогда я расскажу про один из действительно очень интересных примеров, в котором вы сразу, сразу, одумая о нем, приходите к сложнейшим вопросам, на которые надо вот как-то отвечать. А если не получится, я вам его задам на дом всем. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ